Здарова, народ! С вами Джон, Анжелопин312. Короче, в этом видео мы с вами поговорим о нескольких темах. Соответственно, тайм-коды будут. Кому какая тема будет интересна, можно будет по ним прыгнуть. Прямо в видосе. Вот. Собственно, темы следующие. Во-первых, испытания Асириса, матчмейкинг, рандомы. Я там просто заметил, как один западный блогер на эту тему высказался, решил прореагировать, ну и добавить парочку своих слов к этой теме, потому что она более-менее актуальная. Вот. Второе. Грандмастеры. Что там у нас... Что там у нас будет на следующей неделе, чего от них ждать? Испытания в рейде на следующей неделе, то есть уже завтра, после 8 вечера. Какое оно примерно будет? Ну и по поводу новогоднего выпуска. Ну, что-то типа того. Я пока еще думаю, так как сейчас у меня новогоднего видоса думаю, потому что у меня сейчас тут были проблемы небольшие со стримом. То есть я вчера даже в эфир не выходил, так как пришлось полностью переустановить инду, ну и озаботиться всем этим делом. Ладно. Короче. Помимо всех этих тем, у нас есть одна, про которую, я думаю, многие уже знают, но на всякий случай. Я еще раз и не упомяну, как я это сделал в видосе с Зуром. У нас есть такая планета, как Земля. Есть такая локация, как Европейская Мертвая Зона. Есть такой персонаж, как Девримкей. У него есть рука на Варлока с 30 восстановления. Брать. Срочно. Кто еще не взял? Кому вдруг надо? Так, все. На это отдельную отсылку мы сделали. Идем дальше. Перейдем к следующей нашей новости, а именно... Пробежимся сперва по-легкому, а потом уже займемся сложной. Сейчас у нас небольшое объявление по поводу Грандмастера. Так, следующая тема у нас с унышей налета в побоище. Точнее, в честь Рождества и Нового Года, я так понял, Банджи решили ну, сделать всем такой небольшой подарок, но подарок немножко спорный. Я думаю, многие заметили всплывающее уведомление на неделе, которое появляется тезеря, то, что у нас будет на следующей неделе. Так вот, что тут у нас написано? То, что мы будем получать двойной лут с унышенного налета в побоище всю неделю. И также мы будем получать двойной платиновый лут с унышенного налета в побоище в следующую неделю. Казалось бы, получается лут в четырехкратной степени увеличенный, если ты убиваешь, ну, платина это убить всех чемпионов. Но! Есть одно но. Это налет в Крустальный Путь, который потный, даже когда ты туда идешь просто с рандомами. По крайней мере, у босса там гигантское количество хп, ковырять его приходится очень долго, ну, не то чтобы гигантское, но относительно других налетов, где там ты просто заходишь и, допустим, того же самого, ну, в озере теней там убиваешь его за несколько секунд, а здесь ты его ковыряешь, 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 и у него еще фаз дофига. В общем, если вы закроете налет один раз, получить лут в четырехкратной степени с грандмастера, то это, считай, будет вам вообще в кайф, так как я не совсем понимаю, как мы его сможем фармить. И, скорее всего, Банджо выступит у себя, с заявлением у себя в твиттере очередным, где скажет, что, извините, мы там все поняли, и мы боссу понерфим хп. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Не знаю, можете написать о том, то, что вы думаете у себя, у меня в комментариях под этим видом. В общем, ладно. Ну, и там уже в конце идет то, что Шакс принесет хаос, режим в Гарнила. Ну, whatever. В общем, да. То есть, четырехкратный лут в этом суммешном налете вы получите, если убьете всех чемпионов. И... Должен сказать, что это впервые так. То есть, да, двойной лут до этого был, но чтобы четырехкратный лут суммарно был, если вы убиваете всех чемпионов, это, конечно, жирно. Собственно, по поводу лута грандмастера и лута испытания Осириса мы коснемся позже. Ну, и, собственно, матчмейкинга. Следующая тема у нас идет, это... испытания в рейде, которые будет на следующей неделе. Сейчас мы к нему перейдем, собственно. Так, по поводу третьего испытания в рейде Склеп Глубокого Камня. Мне здесь один из зрителей скинул в Дискорде иконографику, предположительно, с реддита англоязычную, где у нас, собственно, расписано примерное... примерное прохождение этого челленджа. То есть, если вы... Челлендж называется, кстати, на все руки, на все руки мастер, что уже подсказывает, как бы. То есть, у нас шесть игроков, шесть этапов на третьей стадии. Ну, то есть, вы помните, нам надо, чтобы сканер помечал, ну, где находятся нужные отверстия, куда надо вставить ваши ядра, подавитель синенький, дядя, чтобы он контролил босса, чтобы тот открывал эти отверстия, ну, и оператор, чтобы он открывал, стрелял по нужным панелям и открывал эти отверстия, из которых мы достаем вот эти вот ядра. И вот здесь вот предполагается следующий вариант действий. То есть, челлендж состоит, как я понял, в том, чтобы каждый человек взял каждый баф. То есть, вы видите, да, здесь можно проследить то, что первый игрок, он на первой фазе берет, как говорится, сканер, к примеру, затем на второй фазе берет второй игрок этот сканер, ну и так далее. И вот здесь вот у нас получается такая вот кривая, как говорится, ну или прямая. Извините, я это просто утром записываю, еще только-только встал, но я думаю, мысль вы поняли. Типа то, что распределится заранее, кто какие бафы будет брать, соответственно, первый игрок, второй игрок берет желтый баф, берет желтый баф, первый игрок там на третьем раунде, на первом раунде, потом первый игрок берет на третьем раунде подавителя, ну и берет уже на пятом раунде, то есть вы берете каждый баф через раунд. В принципе, более-менее понятно. Я, как первый игрок, беру сперва первый баф, потом третий баф, потом на третьем раунде второй баф, потом на пятом раунде третий баф. Теперь становится понятно, почему такой большой промежуток между стадиями на рейде, между вот этими раундами на стадии, чтобы была возможность, как говорится, обменяться всеми этими бафами, потому что, как вы помните, когда вы вставляете баф, допустим, сканера в терминал, никто больше другие бафы вставить не может. То есть вам надо его вставить, другому человеку надо его забрать, и вам так надо сделать, получается, трем людям за одну стадию. Прежде, ну вот вы вставили нужные ядра, у кого-то одного после того, как вы эти ядра вставили, баф сломался, надо обменяться, здесь, получается, всем надо будет меняться, независимо от того, у кого там что сломалось. И возникает такой вот момент, как вот нам это сделать, потому что у одного человека баф-то сломается, по-любому, чтобы не поменялась очередность. Ну и здесь, опять же, я думаю, и работает эта схема. То есть начинаем мы с того человека, у которого сломается баф. То есть, если... То есть, в зависимости от того, у кого из первых там трех людей, вот из этих первых трех в течение первого раунда сломается баф, он, получается, пропускает следующий хуй. Ну и так далее. Я думаю, тут более-менее все понятно. Надеюсь, то, что эта теория, может быть, это даже уже не теория, подтвердится. На всякий случай, иконографику эту оставлю в описании. И после ресета, когда вот мы разберемся с Грандмастером, надеюсь, это получится сделать в тот же день, когда Грандмастер выйдет. Мы пойдем вот в рейд, и я запишу прохождение этого челленджа, собственно. И там уже можно будет поочию видеть. Собственно, как-то так. В этом весь челлендж. Каждый человек должен поддержать какой-то определенный баф. Ну и затем... Здесь нам указывают порядок передачи. То есть, сперва должен передать сканер, затем должен передать оператор, но и затем может передаться подавитель. Как-то так. Ладно, переходим теперь к следующей нашей теме. Самый такой, на мой взгляд, бомбящий. Поэтому я там буду немножко гореть, наверное. То есть, небольшая такая предыстория. Там вот у моего коллеги западного Лаки вышел видос, где он говорил про то, что... Ну... Странно. Типа, у нас... Вышла такая вот самая удачная карта. К примеру, в воспитаниях Осириса Джава Лен-4. Одна из самых таких, если чуть ли не самая любимая карта в PvP у комьюнити. Вот. Это первый фактор. Второй фактор. То, что там нам за три победы выдают шатган. Учитывая то, что сейчас нету у нас... Лжи Фл Винтера в свободном дропе. Она появится только в следующем сезоне. Это сейчас топ-тир шатган для PvP. Ну, опустим, конечно, то, что при этом у нас нету нормального второго слота практически, кроме импульсной винтовки 3040-ой, которую я уже недавно похайпил у себя в одном из предыдущих видосов. То есть, нам за три победы дается шатган, и за семь побед дается еще адептовская версия этого шатгана, плюс еще и адептовский мод. Но полезность которого сомнительная, но ладно, об этом мы уже говорили в другом видосе. Кому интересно, можете посмотреть. Насчет называется Дейсни-2 Компаньон. Ну и что товарищ сейчас заботил, так это то, что в испытания Асириса особо никто не уходит, если посмотреть на общую картину. Ну, то есть... Тогда, кстати, он жаловался, что у нас в Асирис ходит 4%, а сейчас вот эти показатели немножко бафнулись. Сейчас у нас в целом 6% туда вот ходит. Это на уровне с сумеречными налетами, с гамбитом. Ну и чуть поменьше, чем рейды из налета, 10%. В принципе, более-менее... Ну, для... Не стоит забывать, что испытание Асирис это такая топовая эндгеймовая активность, с которой вы получаете. Ну, по крайней мере, так было при создании в первой части. Хорошо. То есть это топовая PvP-шная активность, в которую вы идете вместе со своей заранее собранной тимой, чтобы получить топовый лут в игре. Ну, то есть это шмотки с высокими статами, пушки. Ну, хорошо, 3 пушки там у нас точно есть, которые более-менее нужны где-то. Особенно снайперская винтовка и шотган. Ну, автомат еще ладно, соу-соу. Ну, в принципе, да. Активность, представляющая определенную ценность. И люди туда вот ходят для того, чтобы получить определенный лут. И этот лут дает понять то, что ты закрыл, ну, добился в этом режиме определенных успехов. То есть, к примеру, у тебя мотоцикл может светиться, у тебя может светиться определенным цветом, в зависимости от эмблемки, у тебя может светиться украшение на пушке какой-нибудь экзотическое, к примеру, на пику. Может светиться броня с испытания Асириса, могут светиться пушки разными цветами, ну и так далее. В общем, если человек закрыл 7.0, то вы это знаете. И вот что человек предлагает. Вести матчмейкинг в этот режим. Эта мысль уже давно витает в комьюнити. Особенно это обострилось с тех пор, как нам добавили матчмейкинг, ну, соло матчмейкинг, режим наемника, который был у нас до этого только в соцседательной игре, добавили также в Железное Знамя. Вроде бы там от этого никто не пострадал, но Железное Знамя это такой более-менее фановый режим. Я там еще у народа фидбэк собирал, и разные показания были. Кому-то, наоборот, почему-то, ну, так уж складывалось то, что в режиме, где им попадались команды в противнике, они показывали себя лучше, чем в соло-режиме. Но это такой обсуждаемый вопрос. Сейчас мы говорим конкретно об испытаниях Асириса. То есть я уже вкратце упомянул, что это за режим. режим 3 на 3, куда вы идете только, ну, своей заранее собранной командой, неважно, где вы ее собираете. В Дискорде, в группе ВК, в ЛФГ, там, в приложении. В общем, вы собрались, и вы, скорее всего, находитесь в одном войсе, чтобы друг другу давать калауты, ну, сообщения о том, куда вы пойдете и так далее. И где ваши противники находятся, кого вы там убили, кому надо стянуться, кого вы там, насколько продамажили и так далее. В общем, не суть. У меня есть на канале отдельный плейлист насчет испытания Асириса с парочкой тактик, с историей из этого режима и так далее. В общем, суть в том, да, то, что это считается таким вот, ну, топовой PvP-шной активностью, куда люди просто так не ходят. Ну, то есть ты не сможешь туда зайти, просто случайно нажав на иконку. Это должна быть спланированная акция, учитывая то, что тебе еще надо билет купить отдельно. Ну, пропуск у Сейнта, там надо пройти квест, 1210 лайта набрать, убить 50 противников в PvP и набрать ранг легенды в квикплее, 2000 очков, то есть там набрать. Соответственно, да, ты должен хотя бы немножко в PvP поиграть, прежде чем идти в этот режим и должен хотя бы какой-то определенный уровень лайта иметь. 1210 лайта, к слову, это чисто, чтобы зайти туда, тебе нужно столько. А чтобы там выигрывать, тебе надо иметь определенное количество опыта и, не знаю, игровое ориентировочное, ну, и какое-то пространственное ориентирование, PvP, знать там, как ведут себя некоторые пушки, знать, как вот противники, в общем, позиционку знать, еще какой-то, хотя бы какой-то примерно иметь. Ну, попадать, в общем, хотя бы пару раз. У меня это не особо получается, поэтому я бегаю с бастионом. Эту тему мы закрыли. В общем, я на самом деле даже не то чтобы против особо матчмейкинга Василиса, но с рядом оговорок, к примеру. Потому что, вот вспоминая тот же самый Грандмастер, несоизмеримо, я, конечно, понимаю, что это тоже дико обсуждаемый вопрос, но все-таки несоизмеримо разные лут-пулы по ценности. И время, затрачиваемое на эти активности, что на Грандмастер, что на испытания Осириса, тому луту, который с них падает. Вот мы до этого там ранее упоминали, что у нас будет четырехкратный лут с Грандмастера. То есть, вполне возможно, что, закрыв его, ты можешь получить четыре, четыре высших осколка ресурс в игре, который достать сложновато сейчас. Учитывая скудность ресурсов у многих людей, там народ на стриме удивлялся, откуда у меня столько призматических осколков и так далее. Потому что я в свое время успел их нафармить. И сейчас тоже они фармятся более-менее, потому что я их не особо трачу. Но дело все в том, да, то, что есть три варианта, где ты можешь достать эти высшие осколки, которые нужны для того, чтобы довести шмотку до Абсолюта. Это Грандмастер, ну, сумерящие налеты в побоище, ну, на мастере или на Грандмастере. Это банши за достаточно конские ценники. Там 10 призм, 10 осколков вроде и 100 ресурсов. Я точно не помню, но не суть. Много, короче. И испытание Осириса, когда ты закрываешь его на 7-0. То есть, когда ты открываешь сундук. Но есть одна разница. Грандмастер, насколько бы сложным он не был, ты его закрываешь, ну, с более-менее подготовленной в ПВЕ тимой, минут за 15-20. Если он достаточно простой. Вот там, к примеру, у нас крушение схода вышло, и там уже народ тактики расписывал, где они закрывали за 17 минут этот сумеречный налет, за 20 минут, за 25 минут и так далее. В общем, недолго относительно. Если вы более-менее знаете, откуда мобы выходят, какой ладаут взять и так далее. За его прохождение вы почти гарантированно получаете экзотический осколок, экзотическую броню, ну и еще сверху там парочку ничичков. Испытание Осириса же. У вас есть. Это я повторяюсь. Это можно делать бесконечное количество раз в Грандмасте. И сейчас у нас приближается неделя, когда вот вы будете получать, если вы убьете всех чемпионов, вы получите сразу 4 осколка, и фиг знает сколько экзотов. За одно закрытие. Вот. Теперь вот у нас испытание Осириса. Мы его закрываем на 7-0, что гораздо сложнее. Это в лучшем случае вы это сделаете, если вот вы совсем уж просто отбитые ПВП-шеры, и вы при этом не обудите, вам там друзья на аккаунте это не закрывают, все это дело и так далее. В общем, если вы, предположим, просто пошли туда и попробовали закрыть подготовленные команды более, у вас это в лучшем случае займет минут 40. Или час. Или 2 часа. Или 3 часа. Короче, там может быть разные факторы. Матчмейкинг, читеры, вылеты игры рандомные и так далее. Что угодно в испытаниях Осириса может произойти. В Гантмастере, в принципе, тоже. Если ты вышел из боевой группы, то не сможешь зайти назад. С ней боевой группе придется перезапускать, чтобы вы получили лут. Но, опять же, это несоизмеримое разное количество, ну на мой взгляд, по крайней мере. Можете описать, отписать в комментариях, что вы думаете, какая из активностей этих сложнее. Давайте небольшое, там, я не знаю, обсуждение устроим на эту тему. Но, на мой взгляд, факт остается фактом. Если вот так вот чисто на чаши весов поставить лут, и время, которое тратится на получение этого лута в разных этих двух режимах, испытания Осириса намного сложнее оказываются, чем в Гантмастер Сумеречный Налет. И лута вы получаете оттуда гораздо меньше. Это еще с учетом того, что в Гантмастер ты можешь постоянно ходить и фармить все это. Особенно, если он легкий попадется. А вот в испытаниях Осириса ты вот закрыл на персонажа на 7-0, один раз. Получил этот высший осколок, галорантированный, получил гарантированную пушку, ну, адептовскую пушку сейчас. В следующем сезоне, кстати, из Гантмастеров тоже будут адептовские пушки падать. Получил вот свою пушку, и потом у тебя есть уже шанс при следующем закрытии, то есть опять вот, пройдя снова через весь этот ад, в испытаниях Осириса, через все то, что я упомянул до этого, у тебя будет шанс получить высший осколок. Или адептовскую пушку эту, потому что с адептовскими пушками у вас же что-то сломалось. И они не падают за каждое закрытие гарантированно, если вы до этого закрывали на этом же персонаже. 7-0. Соответственно, возникает вопрос, зачем вводить в этот режим матчмейкинг? Чтобы стало, с одной стороны, понятно, чтобы премейт стаком было проще закрывать, потому что, когда вот вы сидите, вы более-менее потная тима, с кадетом полтора и выше на всех троих среднем, вам попадаются три рандома, которые без связи, которые без связи и без всего там просто бегают по карте, и вы их мочите, пармите. Ну, тот же самый компет, по сути. И возникает вот вопрос, чем это станет, почему людям из-за этого, которые идут вот в соло, в этот режим, должно из-за этого стать проще закрыть 7-0? Потому что, ладно, они худо-бедно могут добраться до пяти побед так, подряд. Вы, да, не забудьте, что вам надо сделать 7-0. Вот вы, допустим, вы ратуете за матчмейкинг в этом режиме, в режиме, где есть, где у вас одна жизнь, где каждый шаг должен быть отдуманным, где каждое свое действие надо комментировать, и где нельзя, ну, видеть, как говорится. Ну, вы, ну, вам надо сделать там 7 побед, без поражений. Хорошо, если вы пойдете с билетом прощения, у вас будет один шанс. Но, что получается в таком вот случае? Если вы не особо искушенный человек в ПВП, вы заходите, получаете там, грубо говоря, люлей, выходите оттуда и бомбитесь. Что это за мерзкий режим такой? Ну, а многие сейчас, на самом деле, не против матчмейкинга. Но, я бы хотел, да, то, чтобы у людей не было иллюзий по поводу того, что, ну, вот вы пошли в этот режим, и у вас сразу там наскоком получилось его взять. Поэтому у меня есть вот такой вот вариант, ну, для банджи. Я понимаю, что они этот видос не посмотрят, ну, так вот, чисто как пища для размышлений. То есть, как я упоминал выше, я считаю, что этот режим, который требует слаженности действий, либо, к сожалению, так вот у нас сложилось, то, что многие либо обузят это, то есть, коннектятся друг к другу, да, либо обращаются таким, как нам, вот, либо стримерам, либо просто бустерам, которые, ну, им помогают, закрывая у них на аккаунте. Я вот, поскольку я сам этим занимаюсь на стримах, я особо это комментировать не буду, ну, последний вариант. Но такое имеет место быть, то, что человек вот ни разу, допустим, не ходил в пвп, но у него есть пушки, шмотки из этого режима и так далее. Соответственно, я вот считаю, что если мы будем вводить в этот режим матчмейкинг, то должно быть развлечения, развлечения небольшое. Я понимаю то, что сейчас вот это скорее статусный, вот, как бы сказать, как бы сморулировать, точнее, то, что мы получаем за 7-0, это скорее статусные вещи, чем вещи, которые дают нам реальное преимущество. То есть, свечение брони, о котором я говорил ранее, адептовские пушки, у которых статы чуть-чуть лучше, чем у обычных пушек с испытания Сириса. На 3% бафуется там каждая стата, в отличие от той, которой мы бафаем абсолютом, она повышается на 10. Ну и адептовский мод, тоже там. Он прибавляет, он сильно бустит одну стату, но при этом штрафует очень сильно другую стату. Поэтому его применение несомнительно, учитывая то, что его нельзя одеть вместо... Его ты одеваешь вместо рукоятки икара, допустим. Вместо нормального мода какого-нибудь другого. То есть, я вот считаю, что если матч... И вводить в испытание Сирис матчмейкинг, то если в этом режиме разделить вот два лутпула сделать. Один, то есть, для испытания Сириса с матчмейкингом, а второй без матчмейкинга. То есть, грубо говоря, чтобы симуляция маяка была доступна только тем, кто идет туда примейтстаком. Ну и с голосом, там и с прочей темой. Как-то так. Ну, это просто я по аналогии... Ну, по такой немножко топорной аналогии прихожу к этому, потому что, да, вы можете, к примеру, в тот же самый Грандмастер пойти в соло и даже закрыть его, если он достаточно легкий, и получить оттуда тот же лут. Но в испытании Асириса, если вы пойдете в соло, то с большой вероятностью вы не выиграете. Ну, допустим... Я вот, кстати, даже... Я, конечно, понимаю, что это откроет большую почву для абузов, но все-таки было бы забавно, если бы Банджо сделали так, чтобы ты мог регаться в режиме испытания Асириса в соло, точно так же, как и в Грандмастер. Ну, то есть, там у Грандмастера единственное требование. Это чтобы у вас сейчас было 1275 лайта. Тогда вот вас туда пустят. А зайдете вы туда команды или нет, уже решайте сами. Можете вдвоем зайти, можете втроем зайти и так далее. В испытания Асириса несколько требований, что вы должны вот зайти туда втроем, что вы должны быть 1210 лайта, и у вас должен быть пройден квест. А, ну еще если вы заходите с бесплатного аккаунта, чтобы у вас было при этом куплен... Чтобы у вас при этом была активация СМС сделана. Соответственно, да. Как-то так. Ну, на телефоне. То есть, если вы хотите попытать свои силы в испытания Асириса, закатите туда в соло. Играйте против троих. Испытайте в удовольствие. Я не знаю. Но если вы хотите лут за 7-0. Я не говорю, что это невозможно совсем. Потому что у нас... Меня регулярно на стримах держат курс о том, что какой-нибудь там стример или ютюбер закрыл Грандмастер в соло очередной. И поскольку люди, которые очень сильно тащатся по ПВЕ, любят такими вещами заниматься, ну типа закрывать рейды вдвоем или втроем без смертей и так далее. Бога ради! Идите в испытания Асириса. Делайте точно такой же челлендж там. Ну, как говорится, закрыть его там в соло, закрыть его там в дулы, в дуо и так далее. В дулы. И попробовать полутаться. Ну просто это, знаете, для меня вот такой вот немножко бесящий уже вопрос по поводу матчмейкинга и воспитания Асириса. Давайте вообще везде матчмейкинг ведем. Ну то есть игра, которая крутится вокруг социализации, крутится вокруг общения, крутится вокруг координации хотя бы какой-то. Давайте вот мы в рейды пойдем, в соло, без микрофона, с матчмейкингом. Давайте мы будем в испытания Асириса ходить. Уже в железное... Банжи протихонечку прогибается ведь. В соревновательной игре появился матчмейкинг. Такой вот наемник. В железном знамени появился наемник. И скорее всего, раз уже об этом начали такие вот большие стримеры на Западе говорить, скорее всего и в испытаниях Асириса рано или поздно появится такой вот режим. Наемник, в который вы будете ходить соло. И может быть даже когда-нибудь, когда игра уже окончательно загнется, в рейдах тоже появится матчмейкинг. То есть вы туда пойдете, к примеру, и вам там будет кидать разных там, разные национальности, которые не говорят по-русски, которые не смогут с вами в бой зайти и так далее, потому что они просто не поймут, что там делать. Они просто будут бегать, я не знаю. Если вы, к примеру, новичок, здесь игра так работает, что вам в налеты кидает людей аналогичному с вами уровню. То есть вы зайдете, допустим, в рейд первый раз, и вам таких же людей кинет в рейд, которые тоже туда зашли, и вы будете просто вокруг бегать, пока не будете выходить оттуда. То есть кто-то один выйдет в процессе прохождения, у кого-то там еще что-то произойдет. В общем, у нас, знаете, немножко такие разные культуры, в том плане, вы, пойдя в рейд, это считается дурным тоном, когда вот вы идете с пачкой в голосе в рейд, и при этом, если вам там приспичит отойти, не знаю, там, поговорить по телефону, покакать там, еще что-то сделать, с собакой погулять, и вы об этом ничему никому не сказали, просто игру поставили на паузу, или вообще вышли из нее во время прохождения стадии какой-то, да, и пошли заниматься своими делами, а команда ищет вместо вас шестого человека. Ну, то есть, так же никто не делает, находясь в войсе, потому что там все друг друга, ну, так или иначе, если вы это делаете на LFG, то потом вас просто никто не позовет, там, не знаю, на вашем профиле оставят, там, раскидают инфу на эту тему, а если вот вы же тем более знакомы с друг другом, то вы, ясен пинь, так не сделаете. А когда вот вы пойдете в матчмейкинге без войса, никто за это не отвечать не будет, никакой вообще. Вы пойдете в рейд, допустим, тот же самый, и у вас не будет уверенности в том, что вы дойдете до конца тем же составом. Ну, я, конечно, возможно, немножко утрированно звучу, но такой вариант не исключается, это кот в мешке. Когда вот вы идете в активность такого уровня, в энгейм-активность, с матчмейкингом, когда там будет матчмейкинг, допустим, теоретически, и у вас при этом не будет войса. В испытаниях Ассириса, кстати, тоже такая тема. Там нельзя перезайти, вам никого не закинет на протяжении матча, если кто-то выйдет из ваших тиммейтов. В состязательной игре то же самое. Очень часто такое бывало, когда я ходил туда в соло, или мы играли против команды, которая, как бы сказать, которая является командой рандомов, и у них там народ выходил, и больше к вам никто не зайдет. Вы так и останетесь один на трое или один на двое против стака. И плакал ваш 7-0, потому что это может быть, к примеру, не знаю, на четвертой катке, на седьмой катке, к примеру, если вы до нее доползете. Вы не можете быть в этом уверены, если вы не идете полным стаком. Даже будучи, идя полным стаком, вы не можете быть уверены, что у вас у кого-то нервишки не задут или интернет не откажет в процессе всего этого дела. Просто я не совсем понимаю, на что люди рассчитывают в таком режиме ратуя за матчмейкинг. Я вот единственное, что могу предложить, это разделить вот эти режимы на детскую версию и на обычную версию. Ну, грубо говоря, чтобы, если вот вы хорошо хотите, чтобы получить оттуда хотя бы какой-нибудь шотган, хотя бы какой-нибудь автомат обычный, да, или полутать жетонов, или паролить там просто шмот, бога ради. Я даже Банжи предложу вот отменить это долбанное, это долбанное правило трех побед, чтобы людям не приходилось там потеть, чтобы, собственно, у вас была просто возможность паролить ваши жетоны у Сейнта. Просто идете туда, играете там стаком, не стаком вот в этом режиме в наемниках, доходите там, я не знаю, до определенного количества побед, ролите там обычные шмотки, ну, не адептовские, и не светящиеся пушки и так далее. И со спокойной душой идете дальше своими делами заниматься. то есть даже можно еще пойти у них сейчас добав... Блин, извините, я уже заговариваться начал. Я просто стараюсь не забомбить, вот прям, не заорать, вот, на протяжении всего этого ролика. Так, я успокоился. То есть, чтобы у Банж, то есть, чтобы Банж добавили возможность контракты возобновляемые лутать постоянно. То есть, не то, что у нас один недельный контракт, с которого вы получаете пушку за три победы, а чтобы вы могли этот контракт брать кучу раз и лутать вот этот вот ствол. И вне зависимости от того, сколько побед вы сделали. Как-то так. Я думаю, это тоже было бы неплохо. Учитывая то, что, я вот не помню, кстати, упадет ли вам эта пушка, ну, допустим, на этой неделе у нас за контракт падает шотган, дробовик. Упадет ли он вам, если у вас не сделано было, если у вас его нету в лутпуле? По идее, должен. То есть, вы получаете его за этот контракт, он у вас появляется в лутпуле, вы потом его можете ролить у Сейнта, если у вас сделано три победы. Хорошо. Просто, да, это, на мой взгляд, очень достаточно, это достаточно спорный вопрос, стоит ли вводить в таких вот режим, в таких вот ингейм активности, как рейды или испытания Осириса матчмейкинг. Потому что, ну, когда вот вы туда идете, опять же, примейтстаком, вы знаете, на что вы подписываетесь. Идете вы там по фану, или идете вот целенаправленно потечь, чтобы закрыть 7.0. Надо просто оценивать свои возможности, грубо говоря. Ну, я вот не скрою, у меня немножко, допустим, загорелось, когда соседательный режим, ну и у многих там, кто в пвп более-менее часто играет, когда вот непокоренный, ну, как он там назывался, unbreakable, unbroken, этот титул был очень сложный к получению в свое время. Но потом, когда добавили режим наемника, я даже видел, что у многих таких вот закоренелых пвп, пвешников уже появился он тоже. И, соответственно, многие пвпшники перестали бегать с этим титулом. Перешли на безупречного, потому что там хотя бы, ну, какие-то усилия надо приложить. 10 побед после 7.0 и закрыть там веру 7 побед без поражения. Ну, кстати, да, я бы посмотрел, как рандомово попытались бы без абуза закрыть 7, ну, с матчмейкинга закрыть 7 побед без поражений подряд. Ну, то есть, это какая степень удачи должна быть? Какая степень усидчивости? А испытания Асириса, они у нас появляются не на всю неделю, они у нас появляются на 4 дня. Ну, на 5 дней, считая вторник. Как-то так. То есть, у нас получается, в ночь со вторника на среду нет испытаний Асириса, в ночь со среды на четверг и с четверга на пятницу тоже. Включается, на 4 с половиной дня порядок. Окей. У нас испытания Асириса добавляются. В общем, как-то так. На мой взгляд, если уж добавлять матчмейкинг испытаний Асириса, да, то с рядом оговорок. Можете свои предложения написать в комментариях, будет интересно почитать. Ну, пока что как-то так. Просто сейчас это еще вдвойне веселее, но в испытаниях Асириса, из-за того, что у нас в Мете 120-е револьверы. Причем, в Мете они на любой платформе. Что на консолях, что на ПК. Ну, вот здесь можно посмотреть. То есть, у нас идет твердая рука, буря, затем багрец, потом истинное предсказание, потом уже идет пиковый туз и все остальные 140-е револьверы, потом идет арбалет на консолях, потом уже идет последнее слово, и потом уже идет первый, как сказать, первая пушка, первый слот, это астральный горизонт, собственно, дробовик из этого режима. Ну, второй слот здесь у нас нету, к сожалению, пока что. Нормальных 120-х револьверов, не сансетнутых. То есть, да, у нас попадается солнечный выстрел 150-й, гнетущий голод 3%, и так далее. Но, в целом, сейчас большинство людей в испытании Ассириса ходят со 120-ми револьверами, и вероятность получить, ну, сейчас большинство людей бегают со стойкостью ниже, чем десятка, поэтому очень легко отъехать от одного попадания в голову и от двух попаданий в тело. То есть, вас тимшотят три человека с этого револьвера, ну, с любого, с любой 120-ки, им достаточно дать вам один хэт и два бадика, и вы отъезжаете от тимшота, если они вас зафокусят сразу. А учитывая то, что если вы побежите без связи, там, без координации в тупую на противника, он, скорее всего, вас зафармит сразу, и вы будете лежать мертвы и ждать, пока ваших тиммейтов тоже убит. То есть, да, сейчас в испытаниях Осириса стойкость приобрела вообще в целом в пвп очень большое значение. Больше, чем раньше. Учитывая то, что разморозка от стадиса тоже влияет на это. Хотя, скорее всего, в испытаниях Осириса, если вас заморозят, то вы труп, то если у вас вдруг получится из этого ледяного плена вырваться, то сколько у вас хп останется прямо порционально того, сколько у вас стойкости. То есть, чем выше у вас стойкость, тем больше хп у вас станет. Ну, вот сейчас вот у меня, к примеру, на Титане, на Варлоке по 6 стойкостей, ну и все остальное там выкручено более-менее, там, восстановление сотка и все остальное по пятерке, плюс-минус. Но на Охотнике у меня стойкость 3, потому что так уж сложилось. Я себе выбивал сет, у меня было 100 восстановления и 100 подвижности. Ну и все остальное там по пятерке, по шестерке. Сейчас я работаю над этим, чтобы поролить себе сет получше, чтобы у меня там хотя бы была четверка или пятерка стойкости. Но пока что я играю так, потому что на Ханте это более-менее простительно, так как у меня, во-первых, там есть уворот, а во-вторых, у меня есть корона червеоболочки, которая позволяет мне, ну, если что, уйти за угол от тимшота противников. То есть дополнительных сколько там 40-50 хп червеоболочка мне дает, так что от этой комбинации одного попадания в голову и двух хейдов и двух в тело я могу в большинстве случаев пережить. Ну, учитывая мой стиль игры, когда я в основном либо пушу с бастионом непосредственно близок к противникам, где ему надо либо доставать шатган, либо умирать. Либо я достаю пульсу, у которой рейнджа больше, чем у звезды в ночи вроде. У нее рейнджа где-то у моего ролла насколько я помню 55 метров тире 60. У револьвера истинное предсказание рейнджа 50 метров. То есть я могу в принципе с безопасным расстоянием с безопасным расстоянием по тимшоте с пульсы если мне надо будет. Кстати, да, собираюсь этот ролл поролить. Ну, поролить эту пульсу, потому что мне она дико зашла. Ну, а так, в принципе, да. я немножко отвлекся от темы, но основная моя мысль в том, что если уж добавлять в испытание осилиса матчмейкинг, то сделать это не просто в тупую, чтобы он был общим для вообще всех, чтобы там лут был одинаковый, а как-то все-таки разграничить, чтобы какая-то была разница. Ну, люди, допустим, чтобы понимали, да, то, что скорее всего у большинства из них не получится вот без связи, без подготовленной заранее тимы закрыть 7-0. Ну, и чтобы хотя бы какой-то эксклюзив для пвпшных игроков остался, потому что Банжи несколько раз показывали свое отношение к пвп комьюнити в Дестине. Они готовы скорее выключить испытание осилиса на месяц, нежели выключить стазис, или выключить эмоции определенные, жесты, которые ломали режим испытания осилиса и другие режимы. Так что вот такая вот пища для размышлений. Я, скорее всего, многих из вещей не озвучил, которые еще хотел озвучить, но видос уже и так достаточно затянутым получился. Просто мне хотелось выговориться. Заранее извиняюсь, да, за то, что очень много говорю, но воспринимать это в формате такого небольшого подкаста, можно даже сказать, предновогоднего, промежуточного. Как-то так. В общем, вкратце по поводу всех тем не забываем купить руки на Варлока по Девре Макея, не забываем подготовиться к Градмастеру на следующей неделе, потому что он обещает быть достаточно крутым в плане лута начиная со вторника. У нас там еще да, испытание Осидиса. Я вот высказал свое мнение, что я думаю по поводу возможного введения матчмейкинга в этот режим и вообще в принципе насчет матчмейкинга в энгейм активности. Можете написать свое мнение в комментариях, обсудим. Ну, естественно, без мотива, ну, в рамках приличия, а то, блин, придется комментарий удалять. Вот. Ну и по поводу испытания в рейде тоже. Если что, я вот рассказал, какое, ну, мой взгляд, на взгляд там рейда примерным будет. Если что, видос отдельный с прохождением этого челленджа на канале у меня будет в вторник, ну, или в среду, ну, или в среду-ночь. Потому что он обещает быть горячим. Вот. Ну и, наверное, это все, что я хотел озвучить. Всем спасибо за просмотр. Не забываем лайки ставить, на канал подписываться, комментарии какие-нибудь писать, ну и колокольчик прожать, чтобы не пропускать уведомления о выходе новых видосов. Всем спасибо на следующих стримах и пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.